Меня зовут Честер Литвин, я психолог, доктор наук. Я имею все нужные лицензии для того, чтобы легально заниматься психологией в штате Калифорния. Все мои работы на протяжении 30 лет были направлены на стимуляции простых клеток головного мозга. Простые клетки играют очень важную работу в головном мозге. Поэтому психокондакшн или психологическая кондукция является очень важной областью современной психологии. Мои опыты показали, что действительно стимуляция простых клеток мозга приводит к усилению иммунной системы, а также к улучшению работы всевозможных областей мозга. Стимуляция мозга создает высокие стремления у человека, помогает ему добиться больших высот, помогает талантливому человеку реализовать все свои способности. Работы Елены Берман поражают знаниями психологической кондукции. Эти знания она, конечно, получила не через работу с книжками или в психологическом окружении. Эти знания к ней пришли интуитивно. И я как раз могу обратить внимание на ее стремление передать движение или кинестетическую мощь, экспрессивность в области образов или визуальную. И также стремление сочетается с тем, что мы ощущаем звуковую часть этой картины. Хотя это сложно, но в то же время мы смотрим на эти синусоиды и можем представить, что музыка здесь присутствует. Я уверен, что ее талант может помочь в стимуляции клеток, простых даже клеток головного мозга. Эти работы имеют целительный характер. Они дают разные экспрессии, включая двигательных, образных и звуковых. Единственное, что мы не можем тут передать, это вкусовые ощущения. Но это и не требуется. Прекрасная гармония, которая помогает человеку восстановить хорошее настроение, праздничное, и испытывать чувство комфорта. Здесь мы видим другую работу художницы. В этой картине мы видим стимуляцию головных зон, где находится звук, где находятся образы и где находятся движения. Это создает гармонию, это создает баланс головного мозга и помогает человеку в раскрытии своих потенциальных способностей. Я бы сказал, что все вместе это будет воздействовать еще больше на мозг человека, поскольку дисбаланс мозга происходит из-за того, что некоторые части мозга более активны, чем другие части. И в работах этой художницы мы видим движения, образы и звуки создают гармонию, и тем самым балансируют работу мозга. Эти картины не только важны тем, что они стимулируют работу мозга, они являются как бы амулетом. Они могут приносить человеку и удачу, и успех. Я бы рекомендовал быть рядом каким-то образом с картинами художницы Л.Б. и получить вот этот всплеск хорошего настроения и радости жизни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...